В WhatsApp и Viber все работает. 553-300 и плюс 7-900-376-363. Андрей Александрович, вот голосование идет несколько дней. Да. Да, и надо слушателям сказать, что еще сегодня, завтра и первого числа, то есть послезавтра еще вот три дня. Тот самый исторический день первого числа. Да, да, за все эти три дня можно проголосовать. Очень многим людям, кстати, нравится такой режим голосования. Многие пишут, что это очень удобно. Да, это очень удобно, не надо... Вот ключевое слово. Знаете, Дмитрий, а вот когда определялись правила проведения общероссийского голосования, вот это удобство для человека, это был один из важнейших критериев. Удобство, безопасность и достоверность тех результатов, которые будут. То есть открытость, то самое общественное наблюдение, которое мы с вами обсудили в первой части. Вот именно это так, знаете, нервирует и, я бы даже сказал, бесит наших оппонентов, да, которые производят бесчисленное количество сейчас уже фейков о том, что где-то там что-то вбрасывают, какие-то пакеты находят с бюллетенями и так далее, и так далее. Потому что сделано максимально удобно. Вот уже сейчас власть просто пришла к людям, пошла к людям и сделала так, как удобно каждому человеку, да. Мне кажется, что это очень хороший стандарт. И этим стандартом нужно руководствоваться в дальнейшем. Да, конечно, практика будет анализироваться внимательно. С учетом опыта этого голосования. ДИКТОР ДИКТОР Игорь Негода этого я хотел начать уже непосредственно такую дискуссионную часть нашего эфира я был в Санкт-Петербурге этот уикенд мы его запускаем с Кириллом Напутовым с родителями наш ютуб-канал будет называться Напутовым вот и соответственно решил параллельно я проголосовать вот рассказываю вам две хохманы в кои-то веке исполнить свой гражданский долг потому что выбирая две концепции сходить проголосовать против это моя позиция у вас может быть другая или посаботировать выборы я все-таки